мы продолжаем учиться открывать если у вас есть книжка к элит скоро выйдет кстати книга моя с комментариями во имя на экклезиаст в книжниках должна в октябре выйти вот вы можете пока по боту изучать у нас есть бот в котором есть вся эта книга в электронном виде так что все выйти в эфир мы сейчас в фейсбуке и ютюбе телеграме всего выходит века вообще на всех платформ которые есть до чтобы наша цель это распространять знания торы для людей которые хотят с его знакомиться до ознакомиться понять что же да за тора такая да что это за учение есть еврейского народа с которым они прошли три тысячи триста двадцать пять лет от это время когда от исхода из едипта и что это за такое знание которое их спасло от всех вот этих вот окружающих неандертальцев которые притесняли от грабителей от всяких вот этих вот древних народов при следе раньше как аж было было засады до выходит какой-нибудь александр мукдон его звали мукдон в транскрипции оригинальные выходит такой мукдон и говорит я сейчас пойдусь и захвачу все окрестные народы все по вырезаю значит женщин всех изнасиловал детей заберем заберем в рабство и вот такой мукдон он значит выходит троянский конь был кого не странственным конем победили они уничтожили трое победила по моему афины до троянского коня туда пикнули тут встает где-нибудь этот такого же плана чудеска до встает и говорится монголам на маленьких лошадках ну что говорит друзья монгольские поедем говорить захватывать мир сейчас пойдем всех ограбляем все заберем и татары там примкнули монгола татары получились примкнули они и они как-то вот это чин дискан он на то время как он почему они всех побеждали непонятно но они доехали до венгрии для меня было удивительно что монголы тогда да доехали до венгрии то есть я когда был венгрии я думаю откуда вообще венгрии тут взялись язык у них страны где они как они вообще в европе оказались оказалось и с урала пришли какое-то мере отношения то есть все вот те вот народы древние да которые которые в то время жили и жили вот ну с волками жить по волчьей выть они значит а еврейский рот между ними петлял две тысячи лет приходят то есть евреи безоружные воевать нельзя когда они были в 2000 лет и мы знали вот меня удивляют вот эти вот не зря вас изгоняли это знаете как это как девушка например обращается в милицию которую изнасиловали и говорят ей не зря тебя насиловали да вот видишь ты какая то есть это неправда те которые перетесняли на ворот евреев это и были преступники бандиты и то что весь народ сумел в таком окружении выстоять и вернуться в свою страну и построить прекрасную страну это все как раз сила торы то есть это все божественный свет который мы с вами сейчас изучаем и один из мудрейших людей за всю считается что он был один из мудрейших назовем так чтобы не вдаваться за всю историю человечества это был царь саламон он символ символ мудрости и до нас нашли три его книги через сто рок как раз они нашли это шира ширим песнь песней это притчи царя свободами шли мы уже их изучили и эта книга которая называется коэлит экклезиаст который мы сейчас изучаем его значит мы начали вчера начало этой книги первый отрывок я буду каждый урок я буду начинать чтобы мы помнили о чем эта книга а значит чтобы мы помнили о чем эта книга значит сказал коэлит сын давида царя в иерусалиме царь в иерусалиме то есть мы знаем что царь саламон был царем в иерусалиме три тысячи лет почти назад он был царем который построил первый иерусалимский храм и Писал на еврейке, говорил на еврейке, был еврейским царем. Поэтому вообще непонятно, как можно вообще сомневаться, что Израиль это Израиль, Иерусалим это Иерусалим, и еврейский народ населяет Израиль. Я не могу найти ни одной логической зацепки, как можно сказать, что евреи сюда пришли в гости к балестинцам, которые тут никогда вообще не было. И пророк Мухаммед, который, например, пишет мне в ютубе про пророка, который был женат, несколько жен были евреи, который учился у евреев, которые в то время были арабы и дала поклонники, но там жили евреи, которые поклонялись единому Богу со времени Абраама, да, праца Абраама. И пророк Мухаммед учился у евреев, хотел пройти дню, так говорит предание. Он был очень, все прямо понимал, он был экстремист такой, да, и написано в Торе, прямым текстом написано, что нужно всех этого поклонников или, значит, вернуть единому Богу или убить. И он говорит, вот написано, я хочу вот это выполнять, мне вот эта часть нравится. И мы говорили, нет, мы пока сами с собой не разобрались, пока мы не стали добрыми, хорошими, пока мы не начали любить друг друга, пока мы не избавились от всех внутренних грехов. Как мы можем заниматься другими людьми и их убивать, если мы сами еще не исправились? Но он сказал, значит, что я исправился, и мусульманство, оно взяло все, что есть в мусульманстве. Они взяли из Торы пророки, которые были до... Ну, в общем, все, весь Коран, это переписанная, пересказанная Тора с акцентом на то, что надо убить всех, которые так не думают. Вот такой у них был акцент, и они тоже взяли мечи и пошли, значит, вырезать, грабить под красивыми лозунгами, что... Аллах Акбар, это переводится Элаим Дебор, то есть мы каждый день в молитвах говорим те же самые слова, просто чуть разное произношение. Но вопрос, что делать с этими словами? Или идти убивать, как они пошли 7 октября год назад, или же с этими словами говорить, значит, давайте будем любить, давайте будем помогать, давайте будем добрыми, давайте будем прославлять Всевышнего. То есть может же человек этим заниматься? Зачем ему нужно делать зло, если можно делать добро? Хорошо, значит, мы возвращаемся. Сказал царь Самон так, слова Куэлита. Куэлит, это он собирал мудрость и распространял ее сын Давида, он был сыном царя Давида, царь в Иерусалиме, он сказал так, это вывеска, можно прям повесить ее везде вокруг себя, звучит, надо верить и так, Эвель Авалим, он сказал, пар паров, сказал Куэлит, Эвель Авалима, коль Эвель, все пар паров, то есть прям повесить эти слова из экклезиаста, из Куэлита, что все пар паров, суета, 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 и раз все пар паров, значит, внизу можно себе написать такое, как call to action. Не парься, не надо париться, да, что Всевышний во всем подводится, не парься, все пар паров, так хоть ты не паришься в этом пару, не переживай, да. Теперь, значит, дальше он говорит, Мои тронли Адам, какой, говорит, какая есть польза, и трон, это как бы остаток, польза, да, суть. Да тут есть интересная вещь, есть Амаль, на Иврите слово, Амаль, это такой тяжелый труд, когда ты делаешь больше, чем нужно, а есть слово Авода, когда человек, он работает, значит, работает сколько нужно. Так вот, он говорит, какая польза человеку от всего Амаль, Амаль это его вот этот вот труд, который его изнашивает, да, которому он трудится под солнцем в этом мире, какая польза. И дальше он начинает, мы уже это прошли, я сейчас не буду повторяться, дальше он говорит про четыре стихи, что вот есть поколение приходит, поколение уходит, а земля остается, земля остается такой же, как была. Это раз. Второе, значит, солнце встает, солнце заходит, оно идет по своим маршрутам, ветры, ветры дуют, ветры дуют тоже по своим маршрутам. В общем, все идет, он говорит, по своим маршрутам, значит, ветер тоже ходит, кружится, это мы уже выучили, ретти текут, то есть четыре стихи, он говорит, весь материальный мир, он запрограммирован, то есть все идет, закон сохранения энергии, значит, бабочка там крылом махнула, тут он, значит, от ветерок подул, от этого ветерка что-то там пошевелилось, и ничего никуда не исчезает, все идет по кругу, закон сохранения энергии. Реки текут в море, море не наполняется, потому что реки, вода возвращается туда, откуда она пришла, и опять она через реки течет в море. И он говорит, все вещи, которые есть в этом мире, они утомляют, и не может человек всего охватить, не может он все сказать, что хотел сказать, не насытится у него, не насытится у него глаз увиденным, и не наполнится ухо услышанным. И вот мы дошли до сегодняшнего урока у нас, Маша Ая Ушиек, он говорит, все, что было, то и будет, то есть вся вот этот вот круговорот воды в природе, вся вот эта вот природа, которая невероятна, вот если посмотреть там National Geographic, все вот эти вот леса, реки, какие-то там гольфстримы, айсберди, да, все говорит одно, все плывет какие-то, да, сантиметр что-то двигается за 10 лет какие-то, то есть природа, это природа, он говорит. Все, что было, то и будет, он говорит, вообще не волнуйтесь, да, Маша Ая Ушиек, значит, Машина Аса Ушиек, вот это вот тут он говорит такую вещь интересную, то, что делалось, он говорит, то и будет делаться, ВМ Коль Хадаш, так это Шемеш, и нет ничего нового под солнцем. Но тут, конечно, все удивятся, скажут, как нет, секундочку, как нет нового, все вокруг нас новое, то есть мы за последнее время увидели интернет, вы увидели искусственный интеллект, компьютеры, это наше поколение, мы с вами пережили компьютерную революцию, да, которая в 70-е годы только начали повсеместно распространяться компьютеры. Стив Джонсон в 74-75 году, он только как раз этот Apple запустил компанию, появилась компания Apple, появилась компания Microsoft, появились компьютеры, это 75-й год был. Потом вдруг, бах, еще один скачок, появляется интернет, появляются мобильные телефоны, появляются, и вот мы сейчас уже на пике, мы с вами пережили три революции, вот все, кто сейчас меня смотрит, если вы, как я возрастом, я 73-го года рождения, вы пережили три невероятных технологических революции, вообще таких, что просто изменили мир, да. А он пишет здесь 3000 лет назад, то, что было, то и будет, и то, что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Что он имеет в виду? Давайте посмотрим. Человек, который раньше был, вот мужчина, да, вот он утром проснулся раньше, что он раньше делал? Он раньше думал, где сегодня мне найти еды, да, где нужно мне сегодня найти еды, значит, мне три варианта было, да, или он идет на охоту, или он идет, там, сельское хозяйство было отсталое, но он должен там что-то делать, или он садится там и что-то пилит, что-то точит, тревесленник, это три варианта, или он продать это должен, да, он одного взял, другому продал, четвертый вариант, или пятый вариант был у мужчин, значит, пятый вариант был у мужчин какой, это пойти у кого-то что-то забрать, это назывались они себя воины, или разбойники, или правительство, или там, как они себя называли, то вот было четыре варианта, пятый вариант это был, шестой вариант был, это быть вначале шаманы, потом они назывались врачи, потом называются они там психологи, эзотерики и так далее, То есть, вот примерно, как люди могли зарабатывать. Теперь, значит, женщины, какие были у женщин дела? У женщин дела были дом. Дом, потому что сейчас хозяйство, бытовуха сейчас более-менее стала удобная, да? Тут вода у тебя в доме горячая, холодная, электричество, тут у тебя пылесос, спиральная машинка. Как бы сейчас хозяйство, даже мужчина может с этим справиться. Сейчас мужчина, чтобы еду заказать, ему нужно нажать, если он умеет телефоном пользоваться, то он может, в принципе, заказать себе еду и даже женщину может заказать. А раньше женщины, они были, ну, как бы незаменимы в домашнем хозяйстве. Домашнее хозяйство без женщин не работало. То есть, мужчина не мог и денег заработать, и справиться со всем этим историей. А вырастить ребенка раньше, это нужно было просто, ну, совершенно до года умирали 50% детей. Была детская смертность еще 100 лет назад. Поэтому женщины были полностью привязаны к дому и к детям. Мужчины были добычить, и им нужно было всю эту историю прокормить. Что изменилось с тех пор? Практически ничего. Мужчины точно так же думают о том, как заработать, где заработать, идут на работу. Просто виды работы изменились. Женщины точно так же думают о хозяйстве, только они думают о хозяйстве уже, используя технологические приспособления. У меня есть на курсе сейчас, я читал отзывы вчера. Одна женщина, ну, там на курсе про счастье, есть еще такая тема, как учиться, как развивать память тоже. Потому что счастье это состояние, когда ты должен управлять своим мышлением. И одна женщина пишет, я научилась запоминать теперь список, там могу из 20 предметов. Теперь мне в магазин не надо себе писать, значит, в списочке. Теперь я хожу в магазин, и я помню, что мне надо купить. То есть, как бы ничего не изменилось. Просто раньше женщина радовалась, когда она там нашла острый камень, и теперь ей удобно будет резать что-то там этим камнем. Ну и так далее. То есть, это то, что он имел в виду, что суть, как не изменилась суть процесса в мире, так же не изменилась суть процесса в человеке. Просто изменились чуть-чуть комплектация элементов. То есть, раньше люди говорили без телефона. Сейчас взяли там таблицу Менделеева, через долгие технологические процессы получилось, что создали этот телефон. И люди точно так же, как раньше, они разговаривали на те же темы, с теми же эмоциями. Они разговаривают, только теперь используют какие-то приспособления. Дальше он продолжает в 10 отрывке. Ешь товар, говорит. Ну есть, есть, говорит. Есть всякие вещи, что человек скажет. Что человек скажет. Посмотри, Зеха Дашву. Он говорит, все равно есть какие-то вещи, на которые человек скажет. Но это точно новая вещь. Квар Айя Леу Ла Мимашир Ая Милефанен. Он говорит, это тоже было в мирах, которые были до нас. Значит, тут комментаторы есть три разных идеи, как это объяснить. Одни говорят, что вот это человечество, это есть параллельные вселенные, что Всевышний творил миры еще до этого мира. Но люди как потоп не справлялись, так они до этого не справлялись. И он, значит, были миры, которые были до этого. Это мистики, так этот отрывок говорят. Что раньше уже были миры, цивилизация, которые были в других мирах. То есть мир, это что такое мир? Наверите, мир Олам. Это пишется слово Олам, это как скрытое. Дословно переводится, наверите слово Олам, как бы мир. Ну вот есть мир Шалом, а есть Олам. Олам это как мир. И Олам это скрытое. То есть вот этот материальный мир, это сокрытие духовного мира. То есть это как бы его отражение, это его проекция. И в этом мире скрыт Всевышний за маской вот этого всего материального, как будто бы существующего мира. И, значит, в мирах, которые были до нас. Есть, которые говорят по-простому. Все, что ты сейчас видишь. Вот, например, мы возьмем сейчас самолет. Можно сказать, мы летали люди раньше. Но мы знаем из устных преданий, что царь Салом, который был одновременно царем не только над миром материальным людей, но он был, благодаря своей мудрости, он был царем, есть еще один мир, который называется мир демонов, мир Шидин. Этот мир, он переходный между материальным миром и духовным миром. И они обладают некими признаками материальности. Раньше они очень сильно в этом мире проявлялись. Но потом человечество, как мы убрали мамонтов, убрали там неандертальцев, также вот эти демоны, они ушли в больший духовный мир, мы с ними почти не пересекаемся. Но во времена царя Саломона, он был царем также над миром демонов. Как бы странно для нас это не звучало, но также странно звучит, для нас бы звучало сто лет назад, что будет интернет и будут телефоны. Есть вещи, которые мы не понимаем, которые мы раньше нам сказали бы, слушай, появится там, значит, искусственный интеллект. Мы сказали, в дальней не может быть. Так вот, были раньше демоны, и царь Саломон, он мог с помощью этих демонов переноситься с места на место туда, куда он хотел. Это не был самолет, но это было средство передвижения по воздуху и так далее. То есть здесь он говорит, что все, в принципе, новые, казалось бы, вещи, это ответ на запрос того, что было раньше, это комплектация из того, что уже было раньше. Тот же там, я не знаю, электричество, да, электричество всегда было. Просто раньше электричество было в молниях, да, а потом люди научились создавать эти молнии. Но электричество как было, так и есть. И если, например, сейчас есть атомная бомба, то откуда берется атомная бомба? Это же взяли, там расщепили, уран, уран-то был всегда. Все, что кажется новым, это развитие или соединение компонентам, которые всегда были, так по-простому. И последний сегодня отрывок. Эдимон сказал, что гнаться за чем-то новым в этом мире, что человек думает, вот я сейчас что-то новое увижу, поеду я на Бали, вот я что-то новое на Бали увижу, или в Таиланде, да, что я новое там увижу. Ну, то есть, трансвестит, например, да, это все равно, как ты ни крути, это или женщина, или мужчина. И он пытается изменить себя, то есть он там, женщина пытается стать мужчиной, мужчина пытается стать женщиной, но не меняется мир, да, есть женщина, есть мужчина, просто, ну, каждый по своему зуможенству пытается перейти из одной категории в другую, да. Но такое было всегда. Первый он сказал про материальный мир. Теперь люди могут сказать, что, ну, а как же быть, вот люди гоняются за статусом, престижем, вот я буду известным, я буду, я буду таким прямо суперселебрити, селебрити, я буду звездой, говорят люди, да. Хочу стать звездой. Он говорит, он говорит, нету памяти о первых, которые были. Он говорит, и следующие, которые будут, за ними не будет, не будет о них воспоминаний. Так же, как были последние. То есть, что он говорит? Послушай, говорит, это же смешно. Ну, помнят, хорошо, кого мы помним из старых там каких-то звезд, селебрити, да, ну, помним мы там, может, я еще помню этих Миронов, там был Абдулов. А спроси моих детей, кто это, они скажут, вообще не знаю, кто такой Миронов вообще. Или спроси, например, там, ну, хорошо, Майкл Джексон был суперстар, там, 20 лет назад или 30. И что, нету Майкла Джексона. Был Майкл Джексон и нету Майкла Джексона. Он говорит, гнаться за вот этим вот быть селебрити, там, за статусом, за престижем, это такая же иллюзия, как гнаться за чем-то новым в материальном мире. Нету нового в материальном мире и нету нового, говорит, о том, чтобы гнаться за тем, чтобы тебя знали, понимали. А зачем надо гнаться? Happiness. Мы в конце каждого урока будем читать один совет, как быть счастливыми. Потому что для человека важно быть счастливым. Это факт. Или ты счастлив, или ты несчастлив. Но когда ты за чем-то гонишься, ты, скорее всего, несчастлив. А когда ты уже догнал, ты счастлив. Вот мы учимся, как догонять. Первое, мы прочитали вчера урок, был. Желай людям счастья, радости. То, что ты желаешь другим, ты в этот момент присоединяешься к этому же в себе. И ты это испытываешь. Второе называется, глава, второй инструмент счастья. Master the skill of happiness. Значит, совершенствуй свои стилы, свои навыки для того, чтобы быть счастливым. Значит, что здесь он говорит? Что для того, чтобы быть счастливым, нужно три. Во-первых, нужно взять commitment. Нужно для себя это поставить как цель, как обязательство. Что я хочу быть счастливым. Не я хочу достигнуть это, чтобы, когда я это достигну, я буду счастливым. Потому что, если ты так формулируешь, то пока ты не достиг, ты несчастлив. А когда ты достигнешь, если достигнешь, то не факт, что в этот момент у тебя не будет еще чего-то, что тебе нужно для счастья. Поэтому здесь авторы этой книги советуют, значит, взять настоящий commitment. Двигаться именно в сторону happiness. В сторону счастья. И когда ты взял обязательство двигаться в сторону счастья, то тогда ты должен тренировать и оттачивать свою аттитюд. Аттитюд – это свою позицию, свой взгляд. И действовать в соответствии с тем, чтобы создавать, create вот это вот happiness. То есть, вот это такой очень хороший совет. Здесь он приводит пример, что человек, который хочет выиграть в лотере, он же должен купить билет. То же самое, человек, который хочет быть счастливым, он должен именно действовать в соответствии с этим своим желанием. А не просто надеяться, что вот как-нибудь оно, счастье на меня свалится, как последствия чего-то, что я должен достигнуть. Дальше он говорит, что happiness, счастье – это более драгоценная вещь, чем богатство. Теперь он говорит, но как люди гоняются за богатством, надеясь с помощью богатства как-то улучшить свое эмоциональное состояние. Он говорит, если бы также они гонялись за счастьем напрямую, то тогда они были бы счастливы. Потому что, когда человек гоняется за богатством, он периодически догоняет какие-то суммы, он начинает зарабатывать больше и больше. То есть, он, в принципе, часто догоняет. Но каждый раз, когда он догоняет какой-то уровень богатства, если догоняет, да, то тогда ему, опять же, тут же перед ним появляется новый мираж, что следующий уровень богатства – он как раз то, что мне нужно. А вот этот уровень богатства уже, значит, не хватает. Не хватает. Дальше он говорит, что нужно взять strong commitment на счастье и к нему стремиться. Дальше он пишет такую вещь интересную. Когда человек становится, осознает реальность существования Всевышнего, он будет испытывать limitless joy, он будет испытывать бесконечное счастье. Как я говорю так, что человек, который осознает существование Всевышнего, почему-то это осознание должно дать ему бесконечное счастье. Почему? Все удовольствия этого мира, они ничто относительно интенсивности счастья, которое испытывает человек, присоединившийся к Богу. Он приводит из книги, которая называется «Вера и полагание на Всевышнего». Дальше он пишет. Happiness is up to you. То есть счастье – это твой выбор, оно возможно для тебя. Ты можешь создать его, создавать его или разрушать его. Твое интенсивное обязательство совершенствовать счастье даст тебе возможность испытывать больше счастья и получать от этого множество других бенефитов, множество других пользы, множество другой пользы, значит, от пути, которым ты будешь после этого интеракт, как бы взаимодействовать с миром из места счастья. То есть он говорит так, что вот это очень интересная такая, да, важная штука. Когда-то с этой книги, кстати, это уже второй раз я ее изучаю, видите, она у меня какая-то прям… Когда-то началось прямо у меня четкое понимание, как двигаться, я дальше. Вначале я эту книгу изучил, потом там другие книги. Вот у меня есть книга, например, Соня Любомирская, эту я еще, кстати, не читал. Соня Любомирская, называется эта книга «The How of Happiness». Это «Как достигать счастья» и не опробовать новый подход, получить жизнь, которую ты хочешь. И она одна из ученых таких, это позитивная психология, такая конкретно ученая, менеджер, как управлять стрессом, травмой. Ну такая, я эту книгу еще не изучал, кстати, да. Я вот начал изучать тогда про счастье, и, слава Богу, понял, что действительно это самое главное. Коммитмент быть счастливым и строить свою жизнь, исходя из этого, а не исходя из чего-то другого. Все, дорогие друзья, значит, мы изучаем. Спасибо Ценю Соломоду за мудрость. Спасибо Всевышнему за то, что нам дают возможность изучать Тору. Спасибо вам за то, что вы приходите на уроки. Спасибо создателям всех соцсетей, которые дали нам возможность. Спасибо всем нашим партнерам, спонсорам, которые поддерживают Вайкру, и у нас работает целая группа людей, которые через буквально несколько часов этот урок появится в Телеграм-канале и в аудиоформате, и с расшифровочкой, и видео, чтобы можно было его еще раз посмотреть, кому-то послать, сохранить. В общем, до завтра, дорогие друзья. Что Всевышним в заслугу того, что мы стремимся ко Всевышнему и рады тому, что нам дает, чтобы Всевышний нам продолжал давать. Путь ко Всевышнему самый лучший, это через благодарность и через любовь. Все, до завтра. Субтитры создавал DimaTorzok